здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала а также парфманьяки и просто любители парфюмерии и как вы поняли из названия сегодня у меня будет обзор на аромат который стал моим фаворитом и который стал моим и парфюмерным ароматическим я и это ароматы от лалик энкренуар или extreme до этого у меня был и фаворитах другой аромат я специально не скажу какой и если вы достаточно меня изучили уже то под видео можете написать по вашему мнению какой это был аромат и в следующем видео я скажу теперь давайте поговорим непосредственно по энкренуар или extreme этот аромат я приобрел где-то недели три может быть месяц назад но он очень не полюбился этот аромат и стал для меня своего рода каким-то как наркотиком каждый раз когда я открываю парфюмерный шкаф то у меня рука сама автоматически тянется к этому аромату чтобы открыть коробку чтобы его понюхать и если бы я не придерживался какого-то определенного парфюмерного этикета то я бы наверное носил этот аромат и утром днем вечером любую погоду в любое время года и под любую одежду прежде чем я начну свой обзор и расскажу как же я чувствую этот аромат давайте обратимся к сайту фрагрантика и посмотрим на его ноты и на его аккорды энкренуар или extreme лалик это аромат для мужчин он принадлежит группе древесные фужерные аромат был выпущен 2015 году парфюмер натали лорсом верхние ноты это кипарис эллими и бергамот средние ноты это ветивер ветивер ладан и корень ириса и базовые ноты это бензоин сандал и пачули и если мы посмотрим на основные аккорды то это древесный фужерный амбровый бальзамический теплый пряный землистый дымный свежий пряный начну свой обзор пожалуй как всегда с упаковки вот так вот выглядит упаковка она довольно таки большая вот так вот она выглядит написано энкренуар эликстрим лалик о де парфам концентрация 100 миллилитров коробка довольно таких я уже сказал большая и флакон там вовсю гуляет просто несмотря на то что это воду парфам все-таки такая известная фирма но они не удосужились хорошо закрыть плотно коробку чтобы флакон ней не болтался для меня лично это не есть хорошо теперь давайте посмотрим на сам флакон вот так вот выглядит флакон он выглядит довольно таки интересно если мы переведем что же такое энкренуар энкренуар переводится как черные чернила и действительно форма самого флакона напоминает чернильницу если мы вот так вот закроем верхнюю часть то мы увидим внутри как будто емкость для чернил в этом отношении задумка и исполнение великолепные крышка самого флакона деревянная она практически никак не держится то есть она свободно открывается закрывается болтается не захлопывается то есть тоже очень непродуманно крышка деревянная и здесь вот ты на ней логотип лолит если мы посмотрим снизу то мы увидим там надпись такая наклейка с надписью лолит и бэч код вот так вот в принципе выглядит флакон сейчас я вам покажу его поближе теперь хочу поделиться с вами впечатлениями о пользовании данным ароматом сразу после того как вы наносите аромат на кожу он стартует очень громко очень даже я бы сказал резко вы чувствуете смешанные ароматы каких-то бальзамических нот вместе с с нотами смолы и легкой кислинкой и он как я уже сказал в начале резки но потом после того как он немного устаивается на коже его резкости падает и он становится более такой и гладкий более такой спокойный и днем начинают и проявляться лично как я чувствую это ноты ладана и ноты ветивера и он мне немного напоминает такой церковный запах знаете когда вот служба прошел поп с кодилом и вот когда вот этот вот дым рассеялся остается такой знаете дымный сладковатый запах ладана вот именно это то что чувствуется в этом аромате также в аромате хорошо чувствуются какие-то хвойные смолы и вот так комплексно аромат уже звучит до самого конца этот аромат очень густой очень насыщенный и теплый и композиция самого аромата очень нехорошая он собран очень качественно но он не брутальный и он не грубый и этот аромат и скорее с характером то есть он и понравится далеко не каждому и я считаю что все таки чтобы пользоваться таким ароматом нужно для него созреть ментально чтобы можно было наносить на себя этот аромат и оценить его красоту я читал отзывы на фрагрантики кто-то написал что этот аромат и грусти и хандры я в корне не согласен с этим для меня этот аромат это какой-то аромат как праздник и если его одеть под правильную одежду правильное время года то этот аромат ты просто может подчеркнуть и вашу сексуальность и вашу индивидуальность я считаю что это настоящий муж мужской аромат и настоящий мужской запах так именно должен пахнуть человек который уверен в себе и который мужественный и если сравнивать например вот эту вот версию или extreme с обычной то обычная версия для меня немного суховато и она отдает ты какими-то нотами сырости подвала и в этой же версии она совершенно другая то есть база и средние ноты остались такие же без изменения но запах намного объемнее и намного чуть-чуть я бы сказал даже чуть-чуть слаще и в нем нету вот этой вот ты подвальной затклости поэтому этот аромат мне очень нравится если говорить про стойкость этого аромата то она у него выше средней аромат на кожи держится где-то пять с половиной шесть часов и в шлейфе он звучит где-то около двух часов и если его нанести на ткань то на ткани он держится целый день и шлейф от него где-то часа три даже три с половиной если говорить про время суток данного аромата то я считаю что он однозначно вечерний это нарядный аромат который можно одеть и на выход который можно одеть на какую-то прогулку на какое-то торжество допустим в театр это аромат нарядный если говорить про время года то я лично думаю что этот аромат для более холодного времени года это осень весна и зима летом все-таки думаю что его носить не стоит потому как он очень насыщенный и может начать душить и если говорить про возраст на который подходит данный аромат то я думаю что этот аромат не молодежный он скорее на возраст 30 35 и старше и если подвести итог то кому можно посоветовать данный аромат данный аромат можно посоветовать людям уверенным в себе которые любят ароматы с явной нотой бальзама и нотой смолы нот ладана и если подвести итог то по упаковке и флакону я дам 9 потому как флакон болтается в упаковке крышка абсолютно не прилегает поэтому пункту 9 если говорить про оригинальность самого аромата то тут однозначно десятка аромат очень необычный в своем звучании очень шикарный поэтому пункту 10 если говорить про стойкость и шлейф то тут это значит на 10 потому как аромат держится очень неплохо на коже и если говорить про цену данного аромата то все таки у нас этот цена на него очень высокая но если мы посмотрим к примеру на сайте franklin's x в америке то его цена где-то 35 37 долларов я считаю что эта цена для такого аромата шикарная и по этому пункту 10 и как всегда если вам понравился мой обзор то не забудьте поставить лайк также подпишитесь на канал и не забудьте включить колокольчик а я прощаюсь с вами будьте здоровы и до новых встреч пока